В продолжении темы здравоохранения. Для Тверского областного клинического онкодиспансера приобретут новое высокотехнологичное оборудование. Такое решение было принято по итогам визита в медучреждение главы региона Игоря Рудени. Губернатор осмотрел территорию учреждения, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентген-кабинет, а также медицинское оборудование. Подробности у Никиты Васильева. Сегодня в стенах Тверского областного клинического онкологического диспансера ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек. Нагрузка на врачей составляет до 70 тысяч посещений в год. В хирургических отделениях круглосуточного стационара выполняется более 4 тысяч операций. Только за два последних года для учреждения было закуплено свыше 90 единиц современного оборудования. В том числе система компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая специализированная техника. Всё это позволяет оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне. Подобная аппаратура стоит в трёх-четырёх федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Наши пациенты теперь имеют возможность лечиться на нашей территории, не уезжая в Московскую область, в Санкт-Петербург и в любые другие федеральные центры. С работой медицинского учреждения ознакомился глава региона Игорь Руденя. Губернатор осмотрел территорию, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентген-кабинет, а также медицинское оборудование. По итогам осмотра глава региона отметил, что в учреждении работают высокопрофессиональные врачи, которые готовы увеличивать объёмы, оказываемых в диспансере медицинских услуг. Реализовать эти планы возможно в рамках национального проекта здравоохранения. Начиная со следующего года мы должны заменить два аппарата, которые здесь есть для лучевой терапии. И далее мы понимаем, что нам придётся усилить коллектив, в силу того, что мощность локодиспансера удвоится. И благодаря вот этой работе, которая у нас уже развивается в рамках национального проекта, мы смогли практически удвоить и даже утроить количество больных, которые проходят терапию. Для привлечения в учреждение медицинских кадров Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов. Также губернатор поручил провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя, который планируется приобрести в 2022 году. Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель с уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введён в эксплуатацию. С начала его работы лечения получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.